Это Люда USA New York. Вчера у меня так внезапно оборвалось видео о кредитах на дома, недвижимость, на жилье, что я решила все-таки дописать тот кусочек. YouTube почему-то не загрузил. Вот те последние там, у меня было, по-моему, 10 минут. Вот, поэтому я, может быть, меньше посвящу сегодня этому времени, но все равно хотелось бы договорить. Вот по поводу все-таки, хочу договорить, по поводу моргича. Я там еще сказала неправильно, я употребляла слово лон, это не совсем правильно. Моргич, моргич это заем, твой заем в банке на жилье, квартира, дом, что хочешь, гараж и мобил, мобил хом, тоже такое есть явление. У нас оно здесь не очень распространено, а вот я знаю, во Флориде, в других штатах достаточно распространено. Так вот, кстати, сейчас пятница вечер, и у нас сегодня целый день был дождик. Так вот, неделю назад я снимала свои там первые видео в Мэрин парке, и сейчас у нас как бы совсем другая атмосфера. Ну, не холодно, но так целый день был, просто проливенный дождь. Предположим, ты берешь моргич, предположим, ты начинаешь платить, значит, вот эту тысячу в месяц твой, ой, как называется-то, моргич, ну, моргич поимент, что ли, ну, моргич, вот этот выплачиваешь. Потом, значит, вот этот налог на недвижимость, на землю, он тоже достаточно большой бывает. Вот, одни мои знакомые говорили, что у них там 10 тысяч, а может быть, даже и больше в год только налог. То есть, разбиваем на 12 месяцев, получается, только налог на недвижимость, на землю, уже будет 800 долларов, скажем, да, плюс процент банку, плюс какие-то непредвиденные расходы, как, например, смена чего-то в этом доме, крыши, трупы и так далее, плюс страховка, плюс вот в некоторых, особенно во Флориде, там очень-очень-очень большая сумма уходит на вот так, чтобы все красивенько было. Не сами люди стригут газоны, а нанимают, и там все растет и растет очень быстро, в этом каком-то таком тропическом климате, и, в общем, ну, у нас не так, конечно, но все равно люди стригут здесь, ухаживают, вот делают дизайн, такой вот ландшафтный дизайн. В общем, все это требует денег. И когда, если подсчитать, вот этот какой-то мейнтененс еще может быть, да, ну, вот этот и есть мейнтененс, даже если у тебя не дом, а квартира, там все равно входит мейнтененс, то есть кто-то выгребает мусорные контейнеры, кто-то красиво стрижет кустики вокруг и так далее. И получается, что человека получаются приличные суммы в месяц, и как будто бы ты уже не один дом покупаешь, не одну квартиру, а, ну, две, например, или полторы. И, опять же, хорошо, если цена вырастет за твои годы проживания в этой квартире, и хорошо, если цена вырастет, и тогда ты в плюсе. Но если она не вырастет, то ты как бы и в убытке, или упадет еще, если к тому же то, что и произошло там в 2007 году или 2008, ну, не в Нью-Йорке, а вот в других городах Америки, что люди потеряли. Да, еще надо же даунпеймент внести, ты не просто берешь, а ты вносишь даунпеймент, то есть свои личные сбережения, ну, там, скажем, 40 тысяч, например. И люди вот потеряли вот эти даунпейменты, потому что, ну, потеряли работу, в общем, много было, конечно, трагедий на этот счет. Потом такой момент. Вдруг вот у тебя какой-то оголтелый сосед, какой-то оголтелый сосед, который включает музыку и слушает эту музыку, пусть даже, или, допустим, какие-то подростки, у них постоянно в бейсменте, здесь вот в Нью-Йорке как, окна в окна, пусть даже не дом, вот пусть даже квартира. Если у тебя какой-то вот громкий сосед, и все это тебе в окна, или курят марихуану, например, и все это опять тебе в окна, ой, ну, вы знаете, это просто свихнуться же можно. И ты за это платишь еще, за это удовольствие. Вот. Получается, вообще, будешь себя корить, что ты платишь огромные деньги. И за что ты плачешь эти деньги? За то, что ты там не спишь по ночам. И вот, скажем, в Нью-Йорке, например, на шум никто не реагирует. Вот, если, знаю, в других городах и штатах, полиция там приедет, урезонит. А здесь они не будут приезжать. Они скажут, звоните, или оставляйте онлайн заявку 311. Оставляешь заявку 311, они приезжают там через 8 часов. Ну, и вообще, просто это такая проблема Нью-Йорка, шум, что здесь вообще никто, полицейские, они просто физически, видимо, не могут как-то реагировать на этот вот шум. То есть жалоб столько много, что они вообще, они просто не будут этим заниматься. То есть, если драка, если крики, какая-то угроза жизни, да, они приедут. Но на шум они не будут. И вот я вот так думаю, а если там еще какой-то жучок заведется, какие-то муравьи, или какие-то такие неожиданности, как вот тробы какие-то вдруг все проржавеют, или какие-то такие тонкости, которые ты знать не можешь. Или, например, даже ты покупаешь, у тебя все идеально. Купил, проверил, походил по соседям, они сказали, у нас такой дом, у нас такая тишина, у нас, ну, просто все идеально. И ты покупаешь, и у тебя через полгода все поменяется. Ну, бывает же такое. Почему нет? Такое может быть. Вот, красивенький. Шафтный дизайн. Вот они, наверняка, это не сами все стригут. Наверняка они кого-то нанимают. И, ну, вот во Флориде и 200, и 300 дополнительных долларов в месяц уходят на эту красоту. И что еще может быть? Каких-то таких. Поэтому многие люди если, да, и вот такой момент еще. Например, берем Коопе и Кондо. Просто я немножко интересовалась этим вопросом. Да, еще есть дома. Дома есть еще, старые постройки, новые постройки. Соответственно, цены будут абсолютно, даже не дома. Дома вот эти, которые здесь, это миллионы стоят, которые сейчас показываю. Но, скажем, квартира, например, если она старые постройки, где все слышно, вот все слышно, не вас будут терроризировать сверху, так вас затроризируют снизу, что вы ходите в тапочках. Вот бывают такие случаи. Вот бывают. Рассказывают мне, что вот все ходят на цыпочках, везде там ковры, паласы. Ну, то есть, как будто бы, ну, не слышно. Но какая-нибудь тетя, она будет приходить и приходить снизу, приходить и приходить снизу. Вот я, например, мы попадали под детей, когда дети вот наверху, и мама на каблуках. Вот это был ужас. Это был ужас. И мы ушли. Не смогли. Вот, пожалуйста. Мы ушли и все. А если бы у нас это было наше личное, ничего не сделаешь. Потом, значит, вот, значит, новое старое. Соответственно, цены будут совершенно разные. И КОП и Кондо. Значит, я тоже так немножечко интересовалась. Как бы КОП вроде как недорого. Недорого. Вот так вот трехкомнатную квартиру можно купить за 140 тысяч. Ну, как бы длиннерка недорого. Думаю, странно. Но наверняка какая-то есть подстава. Из-за этого. А Кондо малюсенькие квартирки 300 тысяч. Ну, маленькие квартирки. А если новая, в хорошем районе, к миллиону 900 тысяч, к миллиону. Вот. Ой, короче, стала интересоваться КОПом. Малюсенькую, такую малюсенькую квартирочку за 300 тысяч, за 400. Совершенно, конечно, это... Когда понимаешь, что это неадекватная цена для вот этих стареньких квартир со всеми вот сопутствующими элементами. Со светом музыкой, соседи-подростки, наверху дети, кто-то заливает. И сегодня, допустим, все хорошо, завтра кто-то въехал, и все будет по-другому. И когда ты в ренте, ты просто уходишь. Ты уходишь, ищешь другое. Ты можешь даже потерять там, если уж совсем не в моготу, но потеряешь там 2-3 месяца оплату, да? Потому что если тебе менеджмент не идет навстречу, например... Вот нам, кстати, пошел навстречу, и мы ушли, как бы вроде прервав контракт, но они нам пошли навстречу. А в других местах не идут, и люди просто теряют эти там 2-3 месяца, например, или полгода теряют. Ну, ты не теряешь же столько тысяч, сколько ты можешь потерять, вот имея совершенно-совершенно ужасных соседей, ужасные условия и так далее. Даже вот дома, которые стоят вот эти миллионы, они, вы знаете, здесь все-все слышно. Настолько все слышно, что если на выходных, например, люди там делают барбекю на заднем дворике, или, например, дети просто до часу ночи они в кольцо баскетбольное бросают мяч, то вот все соседние дома они будут не спать, они будут слушать вот этот равномерно бьющийся мяч. Вот такое, да. Вот такое имеет место быть. Поэтому, ну, не знаю, не знаю. Так вот, КООП. Конда, понятно, это твоя собственность, но очень дорогая, очень дорогая, за малюсенькую, малюсенькую, за малюсенькую, вообще, квартирочку. КООП, оно вроде как недорого, но получается вот что, что это не твоя собственность. Ты какой-то вроде как шеяр, у тебя есть какие-то вот эти непонятные доли во всем этом билдинге, но ты не можешь, если тебе вдруг надо сорваться с места и поехать в другой штаб, в другой город, ну, мало ли как в жизни бывает. Вот люди решили переехать, и все. И тем более, вообще, американцы, это такая мобильная нация, все куда-то все время переезжают. Даже в Нью-Йорке 9 миллионов стабильная цифра. Приезжают, уезжают, приезжают, уезжают. Как было 9 миллионов, так 9 миллионов все время. Пожалуй, все приезжают, все уезжают, и все эти 9 миллионов. Что странно, ну, вот люди как-то обживаются, и некоторые переезжают в другие, в тихие, тихие места, и так и остается эти 9 миллионов. Поэтому изменились обстоятельства. Что-то такое хорошее вдруг на горизонте. Или наоборот. Все, люди собрали чемоданчики свои и поехали. А с домом, с жильем все хуже. Да, так вот, КООП, ты не можешь ничего сделать. Пока тебе там некогда заниматься купли-продажей, ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь пустить жильцов. Ты все равно вот будешь платить вот этот вот моргич, там какой-то мейнтенанс. Вот да, кстати, я интересовалась в этих КОПах. Очень высокий мейнтенанс. И он может вырасти. То есть, покупаешь вроде как за 140 ту бедрум. То есть, две спальни и одну, например, зал, предположим. а если у ант бедрум еще меньше. Но вроде как моргич тот у тебя будет не такой уж большой, не под миллионы же, но какой-то мейнтенанс. Странный мейнтенанс приплюсовывается. И этот мейнтенанс 800 долларов, например. И он будет, и он будет, например, еще, и никто не знает, он может вырасти. И получается, предположим, у тебя вырастет мейнтенанс тысяча, и еще твой моргич, и еще все эти таксы, и еще все эти страховки. И получается, что у тебя ничего себе набегает. И я так смотрела вот на эти копы, на trulia.com сайт такой есть, и смотрю, они там, допустим, сколько они дней на труле находятся, эти квартиры. Смотришь, как менялась цена. Люди хотели продать, как менялась цена. И я смотрю, разброс может быть колоссальный. И на этих сайтах эти копы могут годами и десятилетиями там висеть. И цена может быть раз было двести, потом раз сто десять. То есть как-то очень все странно, очень все странно. Значит, получается, что люди не могли продать. И вот если они переехали, и вот висит там эта квартира где-то в Нью-Йорке, в которую ты никого не можешь пустить, ну, это вообще, конечно, это просто такой груз. Потом они уже рады за сто тысяч только, чтобы продать эти квартиры. да, так вот, моя знакомая, она где-то там пошуршала со своей дочкой, и они посмотрели, что оказывается, это вообще не собственность, это как бы долгосрочный рент. И ты платишь какой-то долгосрочный рент, тебя никто не может выбросить из этой квартиры. ну, то есть ты покупаешь место в этом доме, но может быть ты сам хочешь уехать. Ну, короче, какая-то это обуза. Вот, и поэтому, не знаю, в Нью-Йорке все как бы сложно, сложно. И я знаю, даже вот еще там тоже знакомый знакомых, две квартиры он купил и взял жильцов, это были конда, он думал, сейчас сделаю бизнес, сделаю навар на этих квартирах, это были конда, и он не смог, он не смог, там, значит, люди перестали платить, и он через суды, сколько он нервов потратил, бедный, он суды, а здесь же долго, а люди живут, и вот они не платят за жилье, и получается, что суды-то он выиграл, и все-таки этих людей выпихнули, но ему пришлось эти квартиры, по-моему, он даже банкротом себя объявил, потому что эти квартиры у него забрали все, то есть он их продал, но в общем-то потерял, вот, понимаете, как, вот такое бывает, и это, конечно, очень такая грустная статистика, и также берут кредиты на строительство, на бизнесы, но это люди все-таки должны быть со специфической жилкой, со специфическими знаниями, они должны хорошо знать, потому что тоже здесь в принципе, как бы выигрывают, когда люди берут на строительство, берут участок, строят дом, потом все так выгодно продают, но надо же нанять команду, надо команде заплатить, надо на все, на все, и да, если ты очень такой в этой теме шустрый и профессионал, то, да, большой навар сразу можно сделать, но у всех по-разному, на бизнес тоже как-то понятно, еще берут на жизнь, как я уже говорила, но это очень-очень-очень редко, потому что это как-то немножко странно, что если человек берет на жизнь, во-первых, кто ему, кто дает этим людям, подо что, нужно же, чтобы какие-то были доказательства, что человек вернет эти деньги, и вот, как я говорила, одна моя знакомая знакомых, она берет и никак не может из этого выбраться, хотя много работает, и вот это все очень странно, она работает много, снимает место в комнате, и как-то никак не может выбраться из этих долгов, и это очень-очень странно, еще я припоминаю одну мою знакомую, она еврейка, и она брала в джуиш-центре, как бы, тоже такой кредит, но это немножечко другое, это как бы выручают, евреи, евреи выручают, дают 5-6 тысяч, по-моему, даже без процентов, ну, отдашь там через полгода, например, или на какой-то там срок обговаривается, но это так вот по-свойски, по-моему, это больше, это не через банк, это через какую-то кассу взаимопомощи, скажем так, вот, еще, наверное, есть кредиты, я думаю, все-таки люди берут на какие-то чрезвычайные обстоятельства, типа остались без страховок, я думаю, что вот так вот, без медицинских страховых, это, конечно, без страховки, ну, нельзя, 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 это даже самую простенькую, нелегалом здесь делают страховки, я знаю, что даже делают нелегалом, у нас в Куни-Айленд, Куни-Айленд Хоспитал делают, пожалуйста, нелегалом, что еще хотела сказать, какую-то мысль я еще хотела сказать, и она у меня ушла, ну, смысл в том, что все-таки миф, не каждый человек, не каждый, далеко не каждый живет в долг в Нью-Йорке, это все-таки определенного, определенный стереотип, и то, что если судить, потому что у каждого есть кредитки, ну, это да, тогда можно сказать, что каждый, но кредитка, я повторюсь, это как бы ты приходишь куда-то, ты не берешь ни у кого в долг, ты приходишь, как бы так, если, как старое, в средневековом времена, приходишь, тебя в амбарную книгу записали, и ты через неделю, через две благополучно закрыл эту запись, ты как бы, ты как бы платишь, но с неким, с некой отсрочкой, вот это то, что есть, вот то, что есть кредитки, и тебе за это еще раз, и приблизительно раз в два месяца 10-20 долларов набегает, вот это удивительно, почему нет, почему-то она не пользоваться, еще кредитный скур растет, и как бы кредитная история растет, ну, всем удобно, ну, вот так вот, то, что я хотела сказать про, надо все, вообще нужно очень хорошо быть грамотными, и владеть информацией, информация это сила, конечно, и вот знать все, надо быть очень хорошо информированным человеком, когда хочешь залезть в чьи-то, чужие деньги, а, вот про жизнь еще хотела сказать немножечко, когда люди берут на жизнь, почему это странно в Нью-Йорке, потому что, все-таки, ну, какой смысл тогда жить в Америке, если человек весь в долгах, это вообще, это очень странно, либо ты урезай тогда, свои расходы на жизнь, либо начинай больше работать, либо и то, и другое, вместе взятое, и скажем, очень многие люди, вот они просто, у них такая хорошая нервная система, они крепко спят, много работают, и они вот ставят цели, что вот, да, 5-10 лет мы будем жить с кем-то, не просто в одной квартире, а вот в одной комнате даже с кем-то, потому что они вот, им как бы реально жалко тратить заработанные с таким трудом деньги на жилье, и они говорят, у нас столько там, дети, внуки, в России, в Украине, все туда, все туда, или в свой будущий дом, в России, в Украине, или здесь, но вот сейчас там 5-7-10 лет, я буду жить с кем-то, даже не просто в квартире, а в доме, в комнате, беру такую вот румейку, например, и, ну, это люди, конечно, герои, герои, потому что, ну, как бы приходишь вечером, они даже не могут расслабиться, и хорошо, если еще люди такие хорошие попадаются, как бы живут, допустим, как брат с братом, как сестра с сестрой, и тогда, да, тогда получается экономия, и вроде как общение, и они друг друга не видят, потому что все время работают, ну, тогда еще куда не шло, а если, бывают люди с такими тяжелыми характерами, ну, вообще, там, конечно, и бои, и скандалы, всякое бывает, поэтому, долго они, конечно, в боях не пробудут, так или иначе, решится вопрос, но, вот такое тоже бывает, это, да, они как-то откладывают, 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 потом через 10 лет, через 5, через 7, куда-то раз, уехали, и уже там, допустим, другая жизнь, такое бывает, ну, вот, кажется, все, то, что я хотела сказать, в прошлом видео, и сейчас я это сказала, ну, все, всем пока, хороших выходных, увидимся, еще потом тему, поговорим о теме, грин карта, я хотела эту тему поднять, потому что, да, сейчас розыгрыш, был грин карт, и визы, и все такое, это для всех очень болезненный вопрос всегда, грин карты визы, смотрите в следующем видео, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь, всех приглашаю, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, все, что угодно, ну, все, всем пока, хорошего выходных, до свидания.